А сейчас хочу с вами поговорить еще о террористах Аль-Каида. Оказывается, они готовились устроить в США ядерный взрыв после этой трагедии 11 сентября. Дело дошло до того, что в случае реализации чудовищного сценария американские спецслужбы готовились даже передать управление объектами британцам. Аль-Каида так вдохновилась успехами 11 сентября, что решила сбросить на Штаты атомную бомбу. По данным расследования газеты Daily Beast, основной мишенью мог стать Вашингтон. Планировалось вывести из строя систему оперативного управления. Должно было это произойти еще в 2003 году. Группа сотрудников Агентства национальной безопасности устанавливала места возможного применения бомбы. Команда специалистов из Министерства энергетики США с приборами радиационного контроля разъезжали по всей стране. Особое внимание уделялось крупнейшим городам Нью-Йорку и Лос-Анджелесу. Действительно ли Аль-Каида могла готовить такое нападение? Давайте обсудим с экс-главой израильской спецслужбы НАТИК Яковом Кедме. Яков Осипович, приветствую вас. Действительно ли такая операция со стороны Аль-Каиды готовилась? Вообще, насколько это реально? Ну, во-первых, интересно, что сообщение было никому неизвестной газете в Соединенных Штатах и со ссылкой на Агентство национальной безопасности. Это уже вызывает сомнение вообще, насколько это было верно, то, что они пишут. С другой стороны, по тексту сообщения, там ничего не написано о том, что Аль-Каида готовила ядер. Там написано, что в разведывательном сообществе Соединенных Штатов опасались, что она может это сделать. Ну, это обжегшийся на молоке, на воду дует. То есть, то, что, вероятно, произошло, что умные голые в Америке стали думать, а если у них будет ядерное оружие, где они его применят? И они стали строить планы, определить объекты, которые могут быть подвержены, вот если бы они были на месте Аль-Каиды, где бы они заложили эти ядерные зарядки. Ну, это типичный подход американцев. Они думают своей головой за других и получается, как говорил покойниче, нормально, но как всегда. У тех, кто головой думает по-другому. Нет никакого подтверждения о том, что Аль-Каида сделала попытки приобретения ядерного оружия. Нет никакого сообщения, никакого намека о том, что у них была какая-то возможность создать это оружие. Не было никаких сообщений о том, что у них были какие-то попытки или возможность транспортировать это оружие в Соединенные Штаты. Да, умные люди сидели и решили. А вот если бы у них было, что бы они сделали? Ну, если бы они так думали до того, как произошла эта трагедия 11 сентября, если бы они приняли в внимание все предупреждения и все рекомендации, которые мы им давали, то не было бы 11 сентября. А реально Аль-Каида, все ИГИЛ и все остальные, они могут молиться о том, чтобы у них было ядерное оружие. Но пока у них нет такой возможности. Это очень сложно. Это требует огромных человеческих усилий. Слишком сложной организации. Огромнейших денег, миллиарды. Даже на более простых средствах неконационального оружия, у них тоже нет больших успехов, если мы будем говорить о бактериологическом оружии или даже еще более простом химическом. Даже оно не под силу сегодня с их возможностями. Так что можно говорить о применении ядерного оружия террористическими организациями, как Аль-Каида или ИГИЛа или какой-нибудь другой, но это только или в научно-фантазиях, в статистических рассказах, или в спекуляции, или рассчитывая на очень-очень и очень отдаленное будущее. Хороший у вас прогноз, а то да и любист напугали на самом деле такой публикацией. А нельзя ли сделать это незаметно, ядерной бомбой завладеть? На сегодняшний день нет, потому что для того, чтобы овладеть, для этого надо ее получить от какой-то страны, у которой оно есть. Две страны, которые потенциально могут быть распространительными ядерного оружия, одна Пакистан и одна Северная Корея, находятся под слишком бдительным контролем для того, чтобы не повторилась история с Пакистаном, когда он продал Ирану технологию производства оружейного Ирана. То есть это практически невозможно сделать, даже получение какой-нибудь части, то есть радиоактивного или оружейного ирана, или урана, или оружейного плетония. А произвести это невозможно кустарным способом. Но ядерное оружие, даже простая атомная бомба, я не говорю, термоядерная, это сложнейшая конструкция, которая только отдельным странам удалось после многолетних усилий, миллиардов долларов, создать что-то подобное. На сегодняшний день это нереально кустарным условиям. Но появляются сообщения о том, что ИГИЛ, например, не Аль-Каида, конечно, но они там вроде бы перемирие заключили. ИГИЛ нанимает очень узких специалистов и как раз в этой сфере, и в сфере IT. Вот так вот человеческим фактором можно этот вопрос решить или тоже нереально? Человеческий фактор мы ничего не можем решить в данном случае, потому что для этого нужны очень сложные технологические предприятия, заводы, комплексные, с десятками тысяч комплектующих. Это не под силу сегодня ни одной террористической организации. А купить эти материалы тоже почти невозможно, потому что весь мир и все спецслужбы мира очень и очень серьезно и глубоко контролируют торговыми всеми потенциальными составляющими. Может быть, какую-то часть можно купить, но она незначительная. Так что на сегодняшний день это нереально. А грязную бомбу реально собрать? Грязная бомба пока существует только на страницах газет. В реальности ее нет. И это не менее сложно, потому что опять-таки получить радиоактивный материал и вмести его в заряд и создать условия для транспортировки этого, это очень сложная вещь. Яков Фосевич, получается, что спецслужбы АНБ, они просто решили думать за врага спустя два года после этой страшной трагедии 11 сентября. Но вы обмолвились, сказали, что вы предупреждали, вы знали о том, что это произойдет. Нет, мы не знали о том, что это произойдет. Но вы сказали, что вы предупреждали. Предупреждали о принятии мер безопасности. Например, из Израиля предлагали американцам ввести вооруженную охрану на всех самолетах. Не думая об 11 сентябре. Американцы сказали, мы сами умные, нам это не надо. Мы предупреждали делать селекцию при посадке на самолеты. Они сказали, нет, нам это не надо, это нарушает наши принципы демократии. Все это ввели после 11 сентября. А если бы они ввели это до 11 сентября, ничего не было. Люди же обладили самолетом. А какие данные у вас были? Почему вы предупреждали именно об аэропортах, о пассажирах, о самолетах? Потому что у нас с 70-х лет, с начала 70-х годов, огромный опыт попыток терактов против наших самолетов. Мы выработали определенную концепцию, которая себя оправдывает. Это определенные методы, которые предотвращают любую попытку владеть самолетами израильской авиакомпании или других израильской авиакомпании. И эта технология себя оправдала, если вы не используете во всех странах мира. Но тогда американцы думали, что мы самые умные, нам это не надо. Но пока самолеты не взорвались. А то, что надо думать за противника, это всегда правильно, надо думать. Но не надо ему никогда навязывать свои мысли и свой образ мышления. Потому что каждая сторона по своим причинам, как и этническим, культурным, политическим, думает по-своему. Вот это основная проблема развития службы. Научиться думать и понять, как их думает противник, а не пытаясь привить ему свои методы, свои мысли или свои цели. Этим особенно страдают американские слова. Спасибо вам большое. Благодарю. С нами был экс-глава израильской спецслужбы, нациев Яков Кедми. Получается, что журналисты просто неправильно подали информацию, поскольку никакой возможности ни тогда, в 2003, ни сейчас у Аль-Каиды или у ИГИЛ овладеть ядерной бомбой просто не было. И в ближайшее время точно не будет. Это успокоил нас эксперт. Ну а что ж, я говорила о том, что последствия были еще и экономическими после этой трагедии. Прямо сейчас слово Левушкиня.